Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Собственно, как и всегда, мы на финансовых рынках и говорим о ключевых фундаментальных событиях, которые случились за прошедший день, и о событиях, которые запланированы по повестке сегодняшнего дня. День сегодня обещает быть спокойным, потому что, наверное, самые значимые релизы — это протоколы Резервного банка Австралии. Мы уже, в принципе, с вами пережили. Сегодня мы о них чуть подробнее поговорим. Очень много статистики будет в ходе последующих торговых сессий, поэтому не стоит расстраиваться, если активы, которые представляют для вас интерес, не очень-то активно ходят сейчас. Начнем, давайте, с рынка нефти. Бренд остается на стороне покупателей. Явно потенциал роста еще присутствует. Он может быть реализован в ближайшие дни, в ближайшее время. Актуальные котировки — 65,36. Мы рассчитываем на то, что восходящее движение будет продолжено, потому что на рынке сейчас очень много позитивных моментов, позволяющих нам делать выводы о том, что такие движения стоит ожидать. Конечно же, прежде всего, во-первых, во-вторых и в-третьих, этот позитив для рынка нефти связан с прогрессом в переговорах между США и Китаем. Напоминаю, что декабрьское повышение пошлин было отменено. Взамен этого Китай увеличит закупки сельхозпродукции. Кроме того, США пошли на дополнительные послабления, сократили вдвое пошлины, которые были подняты с сентября. То есть, фактически сейчас их ставка уже не 15%, а 7,5%. И все мы знаем, друзья, то, что США и Китай достигли взаимопонимания по всем спорным моментам, которые не давали ранее обоим странам завершить первую фазу переговоров. Сейчас можно сказать, что осталось дело за малым, за ее подписанием. Мы, судя по вчерашним сообщениям Бломберга, в первых числах января первая фаза будет скоплена подписями, и мы будем с вами мусорить тему второй фазы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я думаю, что вторая фаза переговоров будет еще более сложная, поэтому очень много воды утечет в связи с этим, и настроение многократно изменится, но это уже разговоры, друзья, о январе. Поэтому сейчас на рынке присутствует позитив. Участники рынка надеются искренне, что прогресс первой фазы также перекочует на позитивные тенденции, прогресс второй фазы. Это впоследствии приведет к исключению тотального двухстороннего торгового соглашения, снимет с рынка риск замедления мировой экономики, соответственно, падение спроса на углеводороды. Ну, это тема рабочая, друзья, действительно, потому что для нефти, как и для любого другого сырьевого актива, спрос со стороны мировой экономики очень важен и напрямую влияют на будущее котировки. Поскольку сейчас есть эти позитивные настроения, то мы уверенно держим длинные позиции. Также не так давно прошло заседание ОПЕК, где было согласовано дополнительное сокращение производства нефти на 500 тысяч, совокупное снижение странами ОПЕК плюс теперь до марта составляет 1,7 миллиона. Если среди вас есть пессонисты, считающие, что над рынком по-прежнему нависают угрозы роста предложения, то, пожалуйста, этот фонд должен нейтрализовывать все эти риски. Друзья, есть очень важное наблюдение. Вот буквально только что дочитала интересную статью по поводу того, как ведут себя хедж-фонды с рынком нефти, с нефтяными активами. И интересная динамика, то, что за последнюю неделю вложение в длинные позиции, длинная позиция на Нью-Йоркской товарной бирже была увеличена по нефти в полтора раза. И фактический рост, который был зафиксирован за неделю, последний раз такая динамика наблюдалась очень давно, в августе 2016 года. Если вы забыли, то тогда мы только готовились к тому, что страны, ключевые нефтедобывающие регионы объединятся между собой под эгидой аналитического пакта и что-то сделать, чтобы попробовать восстановить баланс между спросом и предложением. Тогда мы только с вами допускали возможность сокращения для того, чтобы именно на фоне замедления мировой экономики выровнять категории спроса и предложения, тем самым поддержать котировки нефти. Вот как раз после тех тенденций увеличения длинных позиций действительно последовал серьезный рост. Может ситуация повторится и сейчас, но будут держать вас в курсе. Пока что на текущем этапе давайте двигаться в район 67. Доллар иена 109.56 очень важная неделя, потому что эта неделя, с одной стороны, позволяет нам понять, стоит ли нам еще работать с защитными инструментами так, как раньше. То есть, если рынок до конца по максимуму отыграет тему позитива, то, безусловно, у японской иены в этой дуете валютных активов не будет шансов для роста. Наша идея предполагает пока что продажу, друзья, доллар иена. Впереди очень важный уровень 110. Я очень рассчитываю на то, что выше данной планки пара не пройдет, потому что визуализирую немного, что трейдеры должны переключиться на перспективы все-таки смягчения монетарной политики в США. Поэтому с нетерпением жду пятничные данные по годовым данным ВВП, годовой отчет под темпом экономического роста, личным доходом, личным расходом, то есть разберем потребительскую активность еще раз по штатам. И хотелось бы, чтобы эта статистика все-таки вернула на рынок продавцов, напомнив, что с точки зрения экономической конъюнктуры у штатов по-прежнему есть объективные проблемы. Также до конца этого года Федрезерв планирует влиять в экономику порядка, друзья, вдумайтесь в эту цифру, 200 миллиардов долларов. Это операции в обмен на активы. Ликвидность будет добавлена через и государственные корпоративные облигации, то есть государственные облигации через корпоративные. Скорее всего, это будет операция РИПО, то есть с обратным выкупом. Но мне интересно посмотреть, как на такую ликвидность и на столь значительный рост денежной массы отреагирует доллар до конца этого года. Если говорить языком экономических терминов и привычной, наверное, логики, тоже экономической, с учетом дополнительных денежных инъекций в таких масштабах, то валюта должна серьезно просесть. Но, может быть, именно этого и добивается Федрезерва, опять же, запланировав такие денежные обливания. Австралия спротив доллара, друзья, сейчас снижается на 68,67. Это реакция на протоколы. Очень важные протоколы в плане, наконец-таки, появившихся новых тезисов. То есть теперь мы точно знаем, что в феврале, когда состоится следующее заседание Резервного банка Австралии, будут пересмотрены перспективы экономического роста. Они точно будут понижены по ВВП и по инфляции. Также Резервный банк Австралии через протоколы дал нам сигналы готовности к дополнительному стимулированию. Это не снижение процентной ставки, к которой мы уже привыкли, и которая точно будет дальше следовать. Это программа количественного смягчения. Поэтому, если правильным образом повернуть все вот эти тезисы, выходит то, что в феврале, друзья, ставка будет снижена. Реакция сейчас нормальная по австралийцу. Мы снижаемся. То есть позитив с полей отношений США и Китая, он, наверное, уже отыгран. Поэтому мы переходим на перспективу монетарной политики Австралии. По доллару канадцу 1.31.60. Завтра поворотный и значимый день, когда выйдут данные по инфляции. Будем готовиться, собственно, к росту этой валютной пары. Евро против доллара 1.11.47. Очень важным является сопротивление 1.12 выше данного уровня. Вряд ли мы пройдем. Я предлагаю сделку селл-лимит с уровня 1.11.70. Вчера вышел еще один блок данных по производственной активности. Тотальнейший спад по промсектору Германии Еврозоны. Опять же, напоминаю, что неделю назад мы непонятным образом и получили неясно откуда взявшиеся данные оптимистичные по ЗЮ. Я говорил, что это какая-то, друзья, ошибка статистическая. Но не может на таком промышленном секторе быть такой отчет по ЗЮ. И вот доказательства того, что промышленный спад сохраняется уже, по-моему, пятый месяц подряд. Конечно же, друзья, рецессия. Нужно называть вещи своими именами. Поэтому, в принципе, сделка дана. Ждем снижения евро. Фонд против доллара 1.32.94. Вышла статистика по активности в производственном секторе в сфере услуг. Данные преимущественно разочаровали. Я думаю, что в четверг, друзья, мы получим сигналы на возможность смягчения монетарной политики. Это потенциально негатив для фунта. Я к нему готовлюсь. Но считаю, что вот так вот просто сейчас падать фунт вряд ли будет дальше. Это слишком уж предсказуемая динамика. И, скорее всего, шартистов, которые раньше времени начали продавать, попробуют еще раз вынести через резкий поход наверх снова к планке 1.35. И надеюсь, что это произойдет до четверга. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.